всем привет на канале возьми сделай мансардный этаж клеем стеклохолст очередь дошла до стен на стены я хочу наклеить стеклохолст на гипсовую шпаклевку кнаут хп финиш вот наша стеночка на которую сейчас мы приклеим стеклохолст первую полосу стартовый уже наклеил отбил линию стена загрунтована по штукатуре на на перед этим хп стартом но нет такой вот вид вот стены пеноблок разбавляю уже шпаклевочку водичкой затворил вот такая вот сметана вышла у меня и в эту шпаклевочку я добавлю немного специального этого клея у вас на котором мы клеили стеклохолст на потолок добавлю клея для эластичности и более прочности такой перестрахуемся тоже но если нет специального клея думаю что можно добавить наверно клей пла можно ничего не добавлять но сложнее с ней работать скажу сразу что со шпаклевкой работать намного труднее чем просто склеим трудность заключается в том что наносить шпаклевку чуть чуть тяжелее и шпаклевка быстрее немного схватывается поэтому лучше приобретите клей специальный для стеклохолста и клейте на него если вы в этом деле новичок сейчас подмешаю клею в шпаклевке и будем приступать к работе берем валик макаем его в нашу шпаклевку и растягиваем шпаклевку по поверхности как можно быстрее конечно это надо делать шпаклевка немного по-другому себя ведет чем специальный клей беру отрезанный кусок стеклохолста и прикладываю в стык со старым стеклохолстым дальше все так же беру тот же шпатель металлический для шпаклевки и прижимаю стеклохолстым пытаюсь выдавить шпаклевку внаружи так как у нас край был недомазан чтобы мы видели край старого стыка сюда надо отогнуть и добавить немножко шпаклевки еще раз придавим край и наносим жирный слой шпаклевки поверх нашего полотна нанес шпаклевку влага немного впиталась в стену это надо для того чтобы верхний слой шпаклевки и нижний слой шпаклевки связался между собой и начинаем заглаживать сейчас покажу как выглядит шпаклевка нанесенная валиком вот она вот так это все выглядит тоже красиво и вот начинаем заглаживать и делать стык следовательно из поклевки не бросаем гидро потому что она гуще чем паркер на стене так со стороны вроде все выглядит замечательно но сейчас я возьму лампу и боковым светом посмотрим дефекты и сразу их устраню для приклейки стекла фонста думаю что этого достаточно потом у нас пойдут следующие 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 слои шпаклевки и устранят все остальные недочеты и сразу же нужно зачистить стык от лишней шпаклевки и подготовить его для следующего стыкования следующего куска полотна я беру шпателем почищаю здесь краешек так все готово для следующего для следующего полотна и ну так ну Так что вот такой вот способ поклейки стиклохолстана, шпаклевочку, сейчас стык покажу, это холодный стык получился, но не видно здесь переходик, а оно высохнется и станет однородным. Вот стеклохолст, видно ворсу, утопленный в шпаклевочке. Вот такая вот красота и свежий стык, который делается, вот этот разрыв, но его не видно, понятное дело. Так что выбирать вам на что клеить стеклохолст, как мое мнение лучше конечно же клеить на специальный клей, на шпаклевку клеить очень сложно, один единственный плюс жирный, то что по цене это очень дешево получается, но с ним очень трудно возиться, плюс ко всему могут быть вздутия, где-то схватилась шпаклевочка быстрее, где-то подсушилась и приходится дополнительно отрывать стеклохолст и наносить дополнительно шпаклевочку. Ну а на этом я закончу свое видео, всех благодарю за просмотр, не забываем ставить лайкосик за труды. Все, всем пока и до встречи! Конечно будет намного сложнее клеить стеклохолст с такой шпаклевкой, вот если бы готовой шпаклевкой акриловой, вот так конечно в легкую пошло бы, а гипсовой сухой шпаклевкой конечно намного сложнее все это сделать. Возьми в два кладка, птичи и наносить лягкие шпаклевку. Это теперь мы будем снять шпаклевку. Добро птичи и наносить шпаклевку. Добро птичи еще. Вот�慢, смотри. Возьми наносить шпаклевку. Продолжение следует... Продолжение следует...